всем привет дорогие друзья другие подруги здрасте бритьё 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 сегодня мы повторим с вами бритьё с новинкой от жилета наследие и дело даже не в том что те люди которые захотели перезаписать это видео и большинство в комментариях пускай не намного но все же они победили небольшим наперевесом а дело даже в том что как-то не по-людски получилось то что ну вроде как обзор был на станок до бритья самой бритвы то и не было ну то есть как-то ну не завершён к какая-то недоделанность вот эту недоделанность сегодня в этом видео я хочу устранить ну и открыть может быть новую традицию потому что фурору вы там в комментариях наделали начиная от алексея кожевника зеркало глаз режет ну и заканчивая там всеми ребятами которые там где-то видео нашли анал на те паразиты читайте вот так вот про все будет по-другому да 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 еще одну традицию хотел бы все завести это лучший комментарий абсолютный победитель по комментариям который получил аж 14 любо у нас мэтт шет который написал так мэш это где а вот тайминг который указал ну там 40 58 и товарищ не покупай американский стирлинг выбирай отечественного производителя попробуй анал мыло анал ты знал что ты брал да да я понимаю что это зеркале но все равно это выглядит ржачно 14 любо мэтт шет ну блин парни огромное вам спасибо за то что остаетесь такие какие вы есть и за то что вы не разучились стебаться и за то что за словом в карман не лезете и за то что и острите и хохмите и ржете по-доброму по-человечески много да действительно ржачно все ребята зеркальность устранил на обоих читаете все нормально все мыло читаете все нормально все хорошо тут все как по-человечески и я чего вначале это показал да ну извините собственно я уже практически все рассказал вы наверно на крупный план смотрите трогайте щупайте у меня много есть что сказать и все это много скорее всего будет завершающей части пошли бриться а в крупный план крупный план где в каком месте здесь наследие каждый пускай сам решает я вам просто показал как выглядит мои глаза примерно эволюция то есть у нас появляется р-89 всеми или почти всеми нами любимый нож во всяком случае достаточно популярный следом за ним или параллельно уж не могу сказать у нас выходит эдвин джаггер и потом потом пошли всякие равные копирования то что у меня есть но это парочка яки первый у нас появился разноцветный вот такой красавец который меча сказать даже больше чем р-89 понравился и следом за ним еще одна вариация пошла потом еще одна еще одна еще одна еще одна пока мы не уперлись наследие от жилетов если говорить за р-89 и эдвина джаггера этих ребят как-то клонами или еще что-то я не стал бы называть в моих глазах это просто два одних и тех же брата просто один у нас тирольский или какой-то немец ваш прыгать короче по немецкий а это у нас английский дэнди просто эдвин просто джаггер вот таких два красавца давайте их пока уберем в сторону за яков за яков что говорить за них сами все знаете это не совсем копия яки там что-то маленечко вся пошел упили подкрутили и моих глазах это несколько другая бритва но общие истоки общие корни да несомненно по истекают именно из милле р-89 ну а что до жилет ким с кем ну прошлом обзоре уже достаточно все хорошо рассказал показал здесь же наверно мы с вами просто вытащим эту голову зарядим ее тем же самым лезвием и наконец-то уже побреемся раз уж прошлом виде я профукал этот то сейчас конечно же в наших силах все восстановить забрали лезвие берем американскую наворочек сделанную из эмалированного сплава ручку вы давайте уже зарядим вот такой красотой от всемирно известной компании мы сегодня с вами и побреемся было давно у парней уже был вопрос по локситану по поводу того что раньше было времена а теперь мгновение раньше ночью мы стоял а теперь давление в том смысле что раньше компания делала великолепное замечательное крем мыло то мыло которое выпускает сейчас виде сменной таблетки не звезду не в красную армию и у них есть вопросы многие ребята говорят что там и по крему и по стойкости пены и по скольжению ну короче по всем параметрам есть вопрос сейчас вот здесь где-то вы видите комментарий человек который высказал свое мнение ну и владислав бакшеев прислал нам вот такую вот штучку и пользуясь случаем конечно же я сегодня к нему побреюсь но памятуя о том что говорил лаки примус человеку верю врать не стал бы я наверно все-таки использую пришей но так знаете на всякий случай соломку подстелить так что сегодня вот эти вот две штуки будут за место мыль на пузырных а чем работать то будем ну раз уж так отзывается новом были от локситан то решил взять надежного проверенного товарища который мне как-то раньше нравился и так до сих пор нравится единственная претензия не по форме а наверно по раскраске такой какой-то он игриво детский но тем не менее хуже он от этого не стоит не становится в него этого помазка нравится все ну кроме рисунка конечно же я сказал опять же видеть это дело на любителя нравится цвет нравится мягкость помазка нравится размер этого 24 миллиметрового красавца длина узла у которого 53 миллиметра а длина ручки 70 форма ложится в руку как летая держится работает ну короче пролит к рукам и он мне нравится и что самое приятное этот помазок скажем так он почти почти хороший такой найти вот самый самый выбор мало того что со мной согласны 37 человек на сайте которые поставили свою оценку 5 ну так еще и сама компания оценила его достаточно недешево на сегодняшний момент его можно взять за 1432 рубля и 7 копеек это при условии но если иметь ввиду что компания свою синтетику реализует начиная от 600 рублей и самый дорогой 1600 ну то есть сами понимаете как бы не самый дешевый практически самый дорогой вот с этим красавцем сегодня повреемся лосьоном же у нас сегодня будет работать новая продукция от компании тдс под названием аще что такое аще если когда или хотя бы аще кома может быть это говорит нам гугл это наши старые выражения которые мы с ребята стали забывать лосьон без алкогольный как компания пишет природный без спиртовой здесь вот на этой стороне вы можете посмотреть ароматы которые составляют лаванда шалфей жжоба глицин алоэ витамин е ментол ребята ментола честно скажу не заметил но запах торкнет любого человека мужского рода кто любит что-то деревянное терпкое и такое знаете светло коричнево знойная вообще просто шикарная штука на мой взгляд состав если кто не увидел здесь на бутылочке сейчас я здесь вот с правой стороны размещу еще что-нибудь на эту тему вот сегодня он нас за полирует все пошли бриться хорошо один компресс подготовительный я уже поставил сейчас мы с вами нанесем пришейф для тех кто не успел услышать хочу повторить что пришейфа тдс последний который до и после как пришейфа мне годится и нравится всегда а как после как качестве автошейва я его все-таки пожалуй сам для себя выберу и вам готов рекомендовать ток на зиму потому что после того как вы его нанесете да он работает у вас на лице будет такая защита такая броня это просто шу пипец летом с такой ходить но это ну это не это не по-христиански там у вас будет просто вот зимой идешь и тип пофигу мороз вот так все облетает а летом летом я думаю вам просто будет тупо жарко это не то что знаете как вот наносишь молочко и там испарина то все вот это все нет ну просто реально много всего много зимой это не беспокоит это даже нравится летом но лично меня будет беспокоило хотя если есть люди которым такая защита нужно на регулярной основе ну и на и попробовать может летом пришейф пришейф он тут меня больше интересует пока эта штука у нас работает на лице давайте с вами наверное займемся нашим спорным мылом которая у нас вызвала столько ажиотажу ну конечно же синтетику всю синтетику если она такая спорная то представляете его барсуком сбить да у кабаном еще куда не шло барсуком если она пену херачит ну смысле живет то барсук бы ему еще и помог не все но многие и там было бы вообще грустно поэтому самый простой вариант все-таки синтетика синтетики наплевать если мыло хотя бы потенциально чисто в теории способна мылиться пениться синтетика выжмется из него максимум тот абсолютный максимум на который это мыло способно ну плюс за синтетикой еще ухаживать нефига ничего не надо то есть вот побрился там чего надо сполоснул промыл а полотенца вытер если видишь что чубчик посередине значит такие волоски посередине торчат не пугайся это ты плохо помыл помазал помой его еще раз хорошо помой и тот самый чубчик а потом уже опять оботри полотенцем если чубчик мой еще раз если чубчика нет он весь такой ровненький пушистенький все брат поздравляю ты победил ты его вымыл хорошо качественно и белого налета ближайшее время на нем не жди на нем не будет ну смотрите вроде как это пенообразование что-то работает вроде да там видно связи сегодня по-новому снимаю у меня камера наверху ну одна просто все переставил переставляет и переставлять но если бы мне никто ничего не говорил в комментариях да что там а мыло там папа а пока бы мне нравилось поэтому давайте наверно это пока оставим покое а вот это ну я сейчас предупрежден наш вооружен да но и с подозрением некоторым отношусь ко всем этим делам вот сейчас мне показалось возможно показалось что пена несколько завоздушина была вот сейчас при нанесении на лицо вроде структура есть под корешки в луковке залазь зараза так ну для вас пройдет секунда для меня некоторое время потому что сейчас пока руки помою там пока потом на компрессы иду ну чтобы там на это уже все поэтому вот руки помою на компрессы иду хорошо теперь мне несколько непривычно я просто не привык что камера прям вот так вот во время бритя бьет ну ничего медведи на велосипедах учатся и я привыкну так ну и что мы тут имеем но что-то имеем теперь в то что у нас уже есть добавлю чуть-чуть водички опять чуть-чуть взбодрю мыло и уже и на лицо то пойдем компресс я нанес где-то примерно через пару-тройку минут после того как вот уже вот так вот мыло посидело хорошо блин секундочку переключусь камера уже заканчивается так-то я вижу ну вот теперь спокойно можно бориться не знаю с чем парни использовали это мыло когда она себя так не очень-то хорошо показала с их точки зрения ну вот у меня сейчас пришейф я не думаю что он каким-то сильным образом может сказаться на работу мыло как правило в плюсовую пришейф никогда не работает чтобы он там что-то помогал что-то делал ну затем единственным исключением если вы не делали пришейф из того же самого мыла я имею ввиду сторонний в минусовую то да может если он у вас масляный а вы его перефигачили на лицо но потом весь из себя такой красивый начинаешь мыло наносить оно не мылится не пенится не ложится может такое бы но что будет в нашем случае ну сейчас посмотрим с пришива там все что было так практически осталось мы сверху наложили но не такой чтобы шибкой масляный он такой знаете мучить но на мыло это сейчас смотрите вроде как сильно так не повлияло еще водички добавлю опа разбавить эту гастотень помазок он лично меня пленил своим объемом представьте карандаш да и вы его затачиваете вы просто взяли лезвие там бритовку или еще чего не просто а вот представьте что вы затачиваете карандаш не лезвием в карандаши чистки то есть несмотря на то что там лезвие с одной стороны но там получается работает практически весь объем вот даже не так представьте что в этой карандаши чистки карандаши чистки стоит сто пятьсот лезвий по всему диаметру и сразу объемом вот так вот он работает и кисточка и в раскорякал и объемом и на скидку и по македонски и в присядку и коленцев ген короче он нормально работает ребят так ну все давайте согреем парня так что у нас там нормально да так пальчики будем бриться два прохода плюс до бривки ну естественно как прошлый раз брился от крышки так и в этот раз бриться бы крышки буду также не смотрите на мои финти-бобер у меня шерсть у тебя так растет а вообще если так по чесноку что я делаю блин у нас же сегодня один станок а не сто пятьсот я половину выбрил ну вот подсаживаются когда это есть мыли ну да получается кто у нас говорил бам-бам-бам лаки примус подсаживается когда это есть мыли для меня лично это не всегда скажем так плохо это главное чтобы там что-то оставалось чтобы скользило но в данном конкретном случае платишь дофига денег оно садится ну как бы я понимаю человек когда он так говорит нечего хотел сказать сразу видно блогера который снимает видео об литей который бреется именно по карте волос в соответствии с тем как у него растут волосы я вот эти все годы я этого не замечал и брился от балды если честно вы это видели ну и никто ничего не говорил но в принципе это и нормально потому что каждый хохочет как он хочет верно и вот тут что-то от меня прострелило последнее время думаю дай-ка я буду по-правильному делать вот как говорю так и сам буду делать ну вот и начав это делать я увидел что вот например олег брить или не брить бреется необычно почему а вот потому а многие фигачат как по учебнику некоторые так один проход потом второй проход третий проход а некоторые вообще просто два прохода ну кому там вообще брить практически нечего обратите внимание так ну давайте второе уже забабашим и на этот раз уж против роста все же водички то добавлю мыло не набирали совсем то что было по маске то и хай с ним даже если пена будет не кучерявая не шупал не может быть я допускаю то что остается после мыла вполне себе достаточно для нормального скольжения сейчас я понимаю что я несколько лоханулся потому что не надо было ну перебздел пришли их не надо было люди же говорили что там и подскольжение так себе умыло а участвовать если у меня пришли как я скажу пока вроде нормально скользит так еще чуть-чуть водички ну чё сказать чё так это с пеной да очень технически для бритья тут более чем достаточно больше не надо но вот эстетика конечно на зачаточном состоянии так ну ладно поехали против шерсти так пальчики-то пальчики эти так тяга да так так На подрывку осталось Я понимаю людей, которые видят такое, бузят на это мыло и в принципе они правильно делают, потому что люди лишили праздника Вспомните предыдущий Атакуокситан, у меня еще такое до сих пор лежит Это мыло праздник Во всех отношениях Я к нему так всегда относился и относиться продолжаю, потому что там совсем хорошо, совсем в порядке, там все на месте Ну вот тут чуть-чуть и здесь вот это, но если там чуть-чуть я еще могу стерпеть, то вот здесь вот что-то вообще какой-то попандос Ну вот Ну хотя бы так Думаю что добривок не будет, пожалуй Думаю что мы с вами уже закончили, потому что если начну все скоблить 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 Да, скоблить Вот если начну скоблить, то будет не совсем хорошо Блин, вот есть такие вот места, которые вы при любом раскладе не согласитесь оставлять У меня вот эти вот скулы Бесят меня, когда здесь вот это вот торчит Дело даже не в том, что там как-то за одежду цепляется или еще что-то А вот так даже к любимой подойдешь Ты просто на Ой, Иванов ты не бритый, а тебя жаба душ как-то Да я вот вроде только что, а ты вон что Ну блин, не честно А что не честно, если сам руки кривые, не поблился Вот, а теперь нормально Компресс и автошриф Ух, хорошо Я в этот раз с водичкой-то не пожмотился, не пожмотился Сделал хорошую температуру И сейчас просто под компрессом лежал и отдыхал Ну просто заморчательно Автошриф Вообще Ну давайте попробуем что-то такое Хоть я и не люблю безалкогольное, потому что там знаете, ну Мне серьезности не хватает Даже когда ты побрился без поорать У тебя все равно там есть какие-то микро-микро, что Спирт хоть и не будет сжечь Но он хоть покажет, что он собака спирт Ну а без спиртовым у тебя вообще шансов никаких Это для людей с чувствительной кожей Это для людей, которые не любят алкоголь во всех его проявлениях Ну и вообще так Ну и в следующий раз я бы его так много не стал насыпать Потому что Ну слишком много Если алкогольный ты И ты уже рассчитал, что он там впитается Там то и сё То этот тоже, конечно, впитается Но не так бодро, как алкогольный Не стоит забывать, что алкоголя-то нет Испаряться он будет совершенно по-другому Ну и посмотрим, что сейчас будет Запах мне нравится Запах он Древесно-пряный, как я уже говорил Для меня это какой-то коричневый янтарь Не светло-коричневый, а темный На излёте На излёте даже что-то от баньки маленькое есть Но не такое тривиальное, что А, вот там что-то там накапали в бане Там вот каждый раз Нет, нет, что-то хорошее такое Со мхом Со мохом Мохом Чё хом? Мохом С мохом Наверное, всё-таки с мохом Лемхом Хороший запах Просто хороший запах Ещё одна Особенно связана именно с безалкогольными Они, как правило, делаются на этих самых Вытяжках Беспиртовых И вот у них Ну На мой взгляд, ну не та концентрация что ли Вот если вы возьмёте какой-то запах И этот запах положите на беспиртовую и спиртовую основу То для меня это разные запахи Может быть я из-за того, что муршина и мне эти запахи больше нравятся Может быть по какой-либо другой причине Но спиртовые мне всегда нравились больше Я это всё говорю к тому, что вот если бы это был спиртовой И я бы тут вообще соловьём заливался А сейчас я просто хочу сказать, что это Ну Хороший Хороший лосьон Почему? Он уже практически высох, несмотря на то, что там даже понюшки табака, спирта нет Во-вторых, всю ту ходовую, которую сюда производитель заложил, я её чувствую Там ещё написано, что он успокоит кожу и там всё уберёт Ну сами посудите, что сегодня успокаивать Ну успокаивать нечего То есть ну чуть-чуть Так маленько цепанул, да и всё Тем людям, у которых деликатная кожа, которой алкоголь практически беззаветно заказан Для людей с сухой кожей Ребята, категорически рекомендую Если вы ищете безалкогольное Вот среди той плеяды, которую вы выбираете Попробуйте посмотреть в эту сторону Понравится, не понравится, это вы решите сами Но это несомненно достойный продукт, который можно рассматривать в том числе как Потому что оно интересно Хорошо И сейчас мы с вами поговорим Маленечко, пройдёт ещё совсем немного времени И я посмотрю, насколько быстро он высохнет Сейчас он высох уже где-то на три четверти примерно Если даже, может быть, на четыре пятых Где-то так Помазок Да что за него говорить, он и есть Люди за него говорят Зайдите на сайт Яки, посмотрите, какая там оценка Оценка, ребята там Пять Тридцать семь человек сказали своё слово Что этим тридцати семи понравилось Знаете, вы сами, если сходите туда Лично мне нравится Его баланс, его ручка Соотношение длины ручки и узла Диаметр двадцать четыре Ну вот Да мы уже в последнее время все к этому диаметру примыкли Но как только вы касаетесь лица Он этот двадцать четыре так увеличивает И он не точечно вас долбит Отогнать Вот так вот И вот так вот И так И хорошо Хорошо Просто хорошо Мыло Блядь Чё сказать-то Если коротко Я бы вам не рекомендовал покупать это мыло Объясню почему Если бы это мыло стоило Триста Четыреста Рублей Я бы сказал, что это Ну в принципе Достаточно хороший такой Артизанский продукт Но не без нюансов Какие же нюансы? Ну с пеной ребята Кто смотрит на пену Смотрите Она тут будет опадать Но тем не менее Бриться это вам будет позволять То есть вот То что опало Оно никуда не делось Оно у вас на лице осталось И вы спокойно можете продолжать бриться Но Но Так как это артизаны И стоимость Триста Четыреста Рублей Ну хотите Обращайте на это внимание Хотите не обращайте Дело ваше Но продукт годный Но как только Речь начинает идти Что это Нифига не артизаны Что это Как бы французская Там Людьми Уважаемая компания И мной собственно Тоже за то мало что мне Любимая подарила Да и стоимость Как бы не триста Четыреста рублей Тут Фуф Ну Знаете Как работа не по рангу Не по зарплате Так и тут уже спрос Как бы по деньгам За полтора косаря Или сколько она там стоит Сейчас где-то здесь появится Я еще не гуглил Но тут спрос другой Совсем Это не то мыло Которое было раньше Оно Классом ниже А по цене Ну пускай не намного ниже Но все-таки Достаточно прилично Поэтому брать это мыло Не брать Ну решайте вы сами Я бы не советовал Друг бы ко мне пришел Сказал Викторович ну а нет Вадюхать там Мыло хочу взять Что взять Да блин Саня Нафиг забей Лучше есть Ну кто-то сейчас скажет Ага ТДС покажи Да показал бы Но это тут другая песня Ребята Не то пальто Не Надо ждать пока Все-таки Локситан Проснется Кто-то до него достучится И он поймет Что он пухнул в воду Зашел Пузыри пустил А пальто не то Надо переделывать Надо переделывать Это не тот продукт Которые Те мужчины Которые привыкли К этой фигне К их продукции Будут брать И говорить спасибо Тем более что компания Это ну это не какой-то там Начинающий артизан Это не какой-то Новичок Это серьезная контора Которая занимается этим Уже не первый год У них много интересных вещей У них есть и лосьоны У них есть и автошивы У них есть и водички Всякие разные У них дохера что есть Они даже по Москве Что-то как-то пытались выпускать Ну как так-то Неправильно это Неправильно Ну Все Высох Высох Годен Годен Хорошая штука Станок За станок я уже сказал В прошлом обзоре А в этом обзоре Хочу лишь сказать Ребята Возможно мы Несколько просто строги К этим людям Но LetThe А вместо этого Нам подсунули Какой-то сборник Так везде Понадергают Надо tangent Но Мне кажется Мы не учитываем Несколько моментов Момент Я просто скажу Как я думаю Вот что вот у меня на душе где-то ошибаюсь, где-то не ошибаюсь, я не знаю это вы захотите меня в комментариях поправьте я просто скажу то, что сейчас у меня внутри первый момент все эти люди, которые вот завязаны на влажном бритье, это я это вы, это вот там еще десятки других людей, там в разных странах мира, несмотря на то, что на канал подписано 49 стран, но все равно всей этой массы не хватает самый большой канал по бритью фэтбой, тот самый человек, которому для меня это был я с его видео начинал, теперь правда к этому другому человеку отношусь по другому, ну я его перестал уважать, мы им отправили старт, да, 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 все сделаю, пацаны присылайте, все нормально, отправили все, тишина, пропал ни звука, ни пука, один раз письмо написал, ну как ты там, что, все тишина, ну мне кажется не по мужски, но не в этом дело у человека 60 с чем-то там подписчиков, тысяч 65, 64, сколько там возьмите, допустим какой-нибудь блог, ну где там, я не знаю, про красоту мужскую, там типа бьюти, типа там барбершап такой современный, ребята 100, 200, 300, 500, 600, 700 тысяч подписчиков это нормально не то нынче в цене, понимаете нынче в цене красота мужская а чем бриться, да, вон пошел в любой магазин, взял, да и все это как бы одна сторона почему так получилось я думаю, что получилось так, что вот смотрите, компанию БИК все знаете, да, компания БИК по ручкам жилет нахлобучила потом она то же самое по зажигалкам ну а потом БИК взялась за одноразовые бритвы первая брита, 75-й год жилет подхватилась и начала сопротивляться и что-то у нее там начало получаться и, короче, закусились но вся фигня в том, что жилет, упершись в эти одноразовые бритвы они практически сразу начали понимать что это не одно и то же то, что они производили до того как и то, что они производят сейчас если себестоимость одной кассеты там где-то, ну сколько там бакс полтора а продавали ее там за космические деньги что-то не сказал ебанистические ну по сути так оно и есть то производить вот одно такое лезвие где-то и продавать за то, что они продают ну это не одно и то же где ты больше поимеешь ну конечно на кассетниках ну и потихоньку помаленьку помаленьку начали сворачивать ну это одна сторона другая сторона с тех самых времен в 70-х я в прошлом обзоре говорю в 60-х в 70-х ребят в 60-х там другую машинку выпустили она к одноразовым вообще никакого отношения не имеет так вот начиная с 75-го 77-го люди стали переучиваться на эту хрень а теперь давайте просто посмотрим 90-й год время образования жилет компании кинг еще живой еще все нормально все хорошо и 77-й то есть прошло практически 76 лет а теперь смотрите 77-й и 2020-й ну то есть 23-40-43 70 лет 40 лет ну большую часть жилет прожил славную жизнь делая славные бритвы потом то что он начал делать ну для кого-то это тоже конечно славно я не хочу их не осуждать не порицать там не хвалить это другая сторона но это другая сторона отбила у желания у жилета и возможности желания производить старые бритвы и видеть мир вот в этом свете несмотря на то что сейчас жилет продолжает писать лозунги столетней давности когда кинг написал если мы поймем что мы не можем сделать хорошую бритву мы перестанем производить да никто ничего не перестанет вот поняли что они могут сделать пошли взяли у другого и продали все сейчас другие ценности сейчас другие видения и мир изменяется гораздо быстрее чем мы можем себе представить еще совсем недавно в 2003-2004 году когда мы с любимой жили в Детройте к нам с Канады сейчас сколько тут 6 минут есть ну ладно к нам в Канаду родня приезжала нормальные ребята Игорь украинец западенец всю свою жизнь проработал как в Саврасском на северах дослужился до главного инженера там под ним такие предприятия были что ого-го жена Зухра башкирская татарка тоже всю жизнь своим горбом все зарабатывала и дослужилась до главного бухгалтера в очень серьезной компании так вот ребята все продали бросили уехали в Канаду чтобы детей уберечь от Чеченской войны и ее вариации вот этого всего так вот они к нам приезжают и мы вместе сидим ржем над тем что в Канаде у мужиков нет прав вы возьмете почитаете права детей права женщин права стариков а права мужиков ёк доживи до старости у тебя появятся права которые будут называться права стариков и ржали над тем что ну вот если ты хочешь эмигрировать в Канаду испробовал все способы и у тебя ничего не получилось ну никак ну ладно хорошо скажи что ты угнетенная это как его меньшинство и у тебя шансы кратно повысятся кратно особенно если ты знаешь французский хотя бы во французскую часть Канады тебя возьмут ну и это еще не все возьмите вот те же самые начала двухтысячных ну там мы не слышали чтобы там как-то святые отцы шалили оказывается они уже тогда шалили просто не говорили об этом за мальчиками бегали с детьми издевались ну в смысле как издевались ну вы понимаете что просто не говорили об этом а потом стали говорить ну договорились уже до того что у этих самых секс-мешинц стало все право больше, больше, больше и больше и тогда если было как бы все это в ровным фоном да то потом это стало расти, расти, расти И доросло до того, что уже секс-меньшинство, сколько категорий-то завелось в том мире, очень много. И получается, что вот если ты обычный человек, и ты этому секс-меньшинству что-то сказал, то у тебя проблемы. А вот это секс-меньшинство тебе может сказать, и вряд ли у него будут проблемы. Это что получается? Пидорас в авторитете? Или что? Или как? Это нормой становится, что в семье есть и родитель номер один, и родитель номер два. И оба пидорасы. Ну, простите, если культурно говорить так правильно, пидерасты. Ну, в русском языке только два слова. Пидерасты это, которое печатное, и пидорасы это то, что мы на улице говорим. Но они звучат так, хоть это не ругательное, это просто называется. В русском языке нет других слов. Все другие, которые вы можете назвать геи или еще что-нибудь, это не наше. Это оттуда все пришло. Как люди относятся ко всему этому. И вот для этих людей сейчас вот это все делается. То есть люди далеко-далеко же отодвинулись от той темы бритья. Вы представьте, вот сколько людей бреется, сколько сидит на кассетниках, и сколько людей еще помнят. Как брились отцы-деды. Так вот, мне кажется, что компания «Жилет» не для нас с вами делала это. Кто там в зале сказал для пидорасов? Нет, ребята, я не это имел в виду. Она делала для той публики, которая давным-давно уже видоизменилась, и которая во главу угла ставит деньги. Дедушка «Жилет», кто-то там из парней в комментариях написал, крутится, наверное, переворачивается. Он, наверное, уже задолбался крутиться. Потому что будь он жив, мне кажется, он бы этого не допустил. И вот этот шаг, этот шаг наверняка согласовывался и принимался теми людьми. Я почему вам сказал, как тот мир меняется, что там вот уже так становится. Которые уже давно не думают так, как мы с вами. Они уже наверняка думают по-другому. Другого объяснения, почему «Жилет» выпустил вот эту вот фитюльку, у меня просто нет. Если оно у вас есть, ну хотя бы и так там комментариями все засыпали. Но вряд ли вы что-то новое придумаете. Да, деньги. Деньги и минимум моральных устоев. Вот, если коротко. На этом, пожалуй, что и все. На этом разрешите попрощаться. Не, хорошая штука. Вообще высох, вообще ничего не чувствуется. Добрая счастья и радости, берегите себя и берегите своих близких. Да, и вам было здоровья. И сегодня у меня была распаковка. Вы ее увидите, наверное, в пятницу, скорее всего. Ох, ребята, блин. Это просто. Не пропустите. Ну все, пока-пока. Подписывайтесь на канал. Да, и спасибо вам большое за ту кучу комментов, которые насыпали аж 250 с копейками. Это больше, чем обычно. Больше. Но все равно не превышает 10% от числа просмотров. Ну, как-то так. Хотя бы растем. Спасибо всем тем, кто написал коммент ради коммента для продвижения видео. Спасибо всем тем, кто зашел просто там привет, написал или еще что-то. Ребята, спасибо. Ютуб, он хоть и идиот, но не до конца. Вернее, он хоть и умный, но все-таки местами идиот. Вы хоть какую-то букву напишите, если это за коммент считается. Он считает уже комментом. Не важно, что там написано. Так что спасибо вам всем огромное. Все, пока. До пятницы. До следующего, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok